Здравствуйте, это программа налоги. Одно из основных событий этой недели – публикация очередного рейтинга Doing Business. Россия значительно улучшила свои позиции, но самые заметные результаты в тех направлениях, за которые отвечает Федеральная налоговая служба. Об этом мы сегодня и поговорим. В рейтинге Всемирного банка Doing Business 2015 Россия поднялась на 62-ю позицию среди 189 стран. Основой для этого стало достижение списки лучших практик по индикатору открытия бизнеса. Это продвижение сразу на 24 позиции вверх по сравнению с предыдущим рейтингом, рассчитанным по новой методике. Новая методика учла и то, насколько близко каждая страна приблизилась к лучшим мировым практикам, так называемый показатель удаленности от передового рубежа. По направлению открытия бизнеса Россия на 92% достигла показателей лидеров рейтинга. Для нашей страны это лучшие результаты из всех 10 направлений, по которым оцениваются участники рейтинга. Результаты очередного рейтинга Doing Business мы обсуждаем сегодня с руководителем агентства стратегических инициатив Андреем Никитиным. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Ну что, успех? Ну, хороший результат. Это еще, конечно, не успех. Это хорошая динамика. Но нам еще надо многое сделать. Говорят, здесь не все так просто с исчислением этого рейтинга, ведь методология-то поменялась. Да, в этом году Всемирный банк добавил несколько новых показателей, но в целом мы посмотрели и по старой методологии. У нас примерно такая же цифра должна была получиться по рейтингу, то есть в районе 60-го места. И, в общем, когда мы смотрим динамику за три года, мы видим, что она такая, действительно. То есть мы в два раза улучшили свою ситуацию с регулированием за последние три года. А смотреть нужно динамику именно за три года. Нельзя сравнивать последний год, да, и вот текущий? Конечно, потому что те решения, которые принимаются, те решения, которые отменяют административные барьеры, какие-то из них эксперты видят сразу. Какие-то они видят через год-полтора, когда бизнес это почувствует. Плюс надо понимать, что Всемирный банк проводил опрос весной этого года, и фактически туда попали данные, те реформы, которые были проведены в первой половине 2013 года. То есть очень многое из того, что сделано было после, оно еще как бы не вошло в этот рейтинг, поэтому у нас еще все впереди на самом деле. То есть на самом деле замер вот этой ситуации проводился в начале 2014 года. В начале 2014 года, да. Но оценивалось то, что было сделано в 2013 году. Такая вот пока инерционная история. Конечно, потому что пока бизнес это увидел, пока он попробовал, воспользовался процедурой, ну примерно полгода всегда проходит между принятием закона или нормативного акта и его, собственно говоря, оценкой. Что принесло тогда этот результат? Что было сделано в 2013 году? Ну, были существенно сокращены процедуры регистрации предприятий, появилась электронная регистрация предприятий, плюс благодаря совместной работе налоговой службы как бы удалось убедить банки сократить свои требования, поскольку вот этот показатель регистрации предприятий, это не только регистрация в налоговую, это еще банки и фонды. И в целом ситуация вот со всей процедурой регистрации компании, она стала проще и легче, то есть это стало делать быстрее. Также, конечно, там нам зашли еще процедуры по строительству, еще ряд показателей, но в общем один из основных эффектов этого года, это эффект сокращения нашей позиции по регистрации предприятий. Ну, это опять-таки, это получается 2013 год, то, что было сделано в 2013 году, а мы буквально накануне поговорили с представителями налоговой службы и они нам перечислили, что было сделано в 2014 году. Мы действительно провели большую работу в рамках исполнения нашей дорожной карты по упрощению процедур регистрации и приняли ряд законов весной, которые попали уже в рейтинг их исполнения. Прежде всего, это отсутствие необходимости оплачивать половину столного капитала до регистрации предприятия. Теперь этого нету, такая необходимость есть оплата в течение четырех месяцев после регистрации, когда юридическое лицо уже создано. И это, конечно, нам кажется существенно продвинуло в рейтинге, потому что это и меньше процедур, и меньше издержек, самое главное. Также ушла необходимость сообщения налогоплательщикам и в налоговую службу, и в небюджетные фонды о факте открытия счета в банке. Это уменьшило его издержки, и мы так понимаем, продвинуло нас тоже. Мы также приняли очень важный закон об отсутствии необходимости материального удостоверения заявлений о госрегистрации в случае, если документы поданы либо в электронном виде, либо при личной явке в рекорган. Но так как закон был принят всего лишь 5 мая, а анализ показателей страны заканчивался 1 июня, это не вошло в рейтинг, потому что не сложилась еще практика применения этого закона. Но мы очень надеемся, что в рейтинге 2016 года, который будет подводиться в 2015 году, это будет учтено. Также я хотел бы коротко сказать, что мы двигаемся еще и дальше, и уже внесен в Думу законопроект об отмене печати, обязательности печати для юридических лиц, что тоже учитывается как издержки при создании бизнеса Всемирным банком. Если это будет принято, это повлияет на наш рейтинг в 2016 году. Также мы сокращаем время регистрации предприятия при создании с 5 рабочих дней до 3 при создании, и это тоже должно быть учтено экспертами Всемирного банка. У нас есть еще ряд хороших таких процедур, которые мы делаем в рамках дорожной карты. Они напрямую не влияют на рейтинг, но они влияют на общее упрощение создания бизнеса. Это, прежде всего, наши онлайн-сервисы, которые мы развиваем на сайте ФНС России по электронной регистрации. И также удобство обращения к нашему сервису с точки зрения вообще, как начать функционировать бизнес. Мы надеемся, что это скажется в дальнейшем. То есть мы себе сегодня уже создаем задел на завтра. Андрей, а если говорить не о рейтинге, не о каких-то красивых картинках, цифрах, а о том, что на самом деле повлияет на жизнь бизнеса, вам, как руководителю агентства стратегических инициатив, кажется, что самое важное, что за этот год произошло? Бог с ним сейчас с рейтингом. Конечно, это отмена нотариального заверения о заявлении. Это очень важно, поскольку это очень сильно упрощает процедуру. Там не нужно ходить к нотариусу, это все быстрее происходит. И очень важна история по вот этой рассылке уведомлений об открытии счетов фонда и налоговую инспекцию. После создания компании это тоже занимает массу времени. Часто предприниматели об этом забывали, там пропускали какой-то фонд, потом у них появлялась необходимость отписываться. То есть вот это все влияет на ту историю, что у нас многим кажется, что в России бизнес зарегистрировать сложно. На самом деле это уже не так. Бизнес открыть легко, а будет еще легче, я думаю, по итогам всех этих действий. У вас есть дорожная карта, которую вы разработали при активном участии, насколько мне известно, Федеральной налоговой службе. Но одно дело разработать, а другое дело по этой карте пройти. Вот как здесь с движением? Вы знаете, мы эту карту разрабатывали не мы, эту карту разрабатывал бизнес совместно с налоговой службой. Мы такую площадку предоставляли. И очень важно, что вот есть определенное единство целей. То есть, наверное, у нас 11 дорожных карт, и я могу сравнивать ситуацию в разных дорожных картах. Наверное, такого конструктива, который есть у налоговой службы, у бизнеса, здесь как бы, в общем-то, нигде больше нет на самом деле. А ведь казалось, невозможно договориться, потому что совсем по разные стороны баррикад. Вы знаете, когда ты начинаешь договариваться по понятным счетным вещам, когда эти бюрократические барьеры никому не нужны, они ни на что не влияют, они там, кроме нервов, плохих эмоций, не создают никаких дополнительных возможностей, в общем, это достаточно легко. И вот та позиция, которую налоговая служба занимает, о том, что все это должно быть электронно, все это должно быть быстро и удобно, она очень важна. То есть бизнес это видит, и это оценивается очень позитивно. Неужели не было ни одного момента, когда ни в какую налоговую не уступал, или бизнес никак не соглашался? Вот какая-то такая точка была горячая? Вы знаете, были такие моменты, но они были не с налоговой службы. У нас ряд ведомств должны согласовывать те решения, которые мы готовим в рамках дорожных карт. Потому что иногда ведомства были против. То есть нотариусы, конечно, были не за того, что отменяют центральной регистрации заявлений, поскольку это влияет на их карман. Кто-то там говорил, что печати нам зачем-то нужны, что они там что-то доказывают, хотя эту печать можно вырезать самому из пинька, из какого-нибудь на месте. Были случаи, но как раз-таки в нашей ситуации, в этих дорожных картах и бизнес, и налоговая, они на одной стороне баррикад были, и вместе двигали эти решения. То есть налоговая помогала преодолевать административные барьеры, в том числе и среди чиновников. У нас очень многие вещи были сделаны в 2014 году, и это связано еще с другим показателем, показателем налогового администрирования. То есть у нас очень сильно сокращается время, которое необходимо на процедуру подачи налоговой отчетности. Она стала проще, понятнее, и подавать ее стало, ну то есть меньше тратит времени бухгалтер. Что дает вот это продвижение в рейтинге? Какой посыл идет? В России легко вести бизнес, и мы даже сейчас, вот когда разговариваем с иностранными компаниями, они фиксируют то, что в России бизнес вести легче, чем практически в любой стране БРИКС. И когда мы говорим, вот, мы еще вот это должны сделать, но вот это не нравится. Они говорят, ну да, у вас, вы правы, конечно, попробуйте в Бразилии что-нибудь зарегистрировать, и вы поймете, насколько у вас это сделать проще. Но мы должны добиться того, что наша страна должна быть одним из мировых лидеров по простоте ведения бизнеса. Задача такая стоит. Это все в конечном счете снижает издержки. Это создает возможность людям начинать бизнес, не бояться этого, сокращать расходы вот на самом таком первом чувствительном этапе. Это и налоговое администрирование, и регистрация компаний. Наша цель сделать бизнес комфортным, как ни банально. Если оценивать результаты этого актуального рейтинга, вы с ними согласны, не согласны, недооценили или перехвалили? Ну как? Ну, нам бы, конечно, хотелось большего. Мы видим, что по ряду параметров не все наши изменения были учтены. Вот это обидно. Да, это обидно, но, наверное, это нормально. Все-таки Всемирный банк – это эксперты. У них есть своя методология, свои правила. Это не надо обижаться, надо работать, и мы будем двигаться вперед. Учитывая, что уже какие-то основы будущего успеха, назовем так, заложены в 2014 году, предстоятель налоговой службы нам рассказал, что что-то уже заложенное сейчас будет оценено только в будущем рейтинге. А что-то, может быть, даже еще и через год будет оценено. То есть те законопроекты, которые есть в Государственной Думе, они повлияют на простоту ведения бизнеса, повлияют на простоту составления налоговой отчетности. Но пока, вот, например, известный закон о налоговых консультантах, он только сейчас начинает свое движение вперед, в общем-то, начинает свое движение к принятию. Будем надеяться, что он будет осенью или весной принят. И бизнес почувствует это еще через год, этот результат. Поэтому мы сейчас делаем даже уже не на 16-й год, а на 17-й год за дел. Вот интересно, по налоговым консультантам, вы как оцениваете, какой вклад в результат Дуин Бизнес может внести этот законопроект? Это все тот же показатель, связанный с количеством времени, требуемым на подготовку налоговой отчетности. То есть нам важно, чтобы у малого и среднего бизнеса была возможность заказать эту услугу профессионально. Кто-то захочет делать сам, пусть делает сам. Но тот, кто захочет обратиться к профессиональным консультантам, это будет, наверное, быстрее и, может быть, более безопасно. Но если учитывать все то, что заложено на будущее, то, что не было учтено в теперешнем рейтинге, ваш прогноз на следующий год? У нас есть задача, она поставлена представителям правительства, войти в 50 стран с лучшими условиями ведения бизнеса. И я думаю, мы ее должны выполнить. Я думаю, что все страны тоже не стоят на месте, активизируются. Здесь же такая живая материя, да? Да. Но есть ощущение, что мы, в принципе, если мы нигде не сорвемся, если не будет никаких внешних политических факторов, то мы, конечно, эту задачу можем выполнить вполне. То, что мы делаем, это должно нас туда привести. Спасибо большое. Ну что ж, на этом пока все. Вы смотрели программу «Налоги». До встречи через две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова